Ликвидировать пробелы в иммунизации Начальника отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Добрый день Добрый день Расскажите нам, пожалуйста, вообще откуда возникло это понятие Европейская неделя иммунизации Европейская неделя иммунизации возникла еще в 2004 году Когда появились проблемы, связанные с низким охватом иммунизации населения И возникновением либо спорадических, либо вспышек инфекционных заболеваний Таких как корь и других инфекций Которые, в принципе, оказывали свое воздействие на территории европейского региона в целом Европейская неделя иммунизации направлена на информированность населения На защиту права ребенка получить вакцину и защитить себя от инфекционных заболеваний То есть это в основном информационная кампания Основной целью Каково их количество пройдет у нас на полуострове? Информационная кампания, в принципе, это одна Компания, которая проводится одновременно во всех регионах полуострова Как Республики Крым, так и города Севастополя О количестве, как бы, трудно сказать То есть это в зависимости от региона Что это будут? Круглые столы? А, какие мероприятия? Да, какие мероприятия Да, это будут и круглые столы, это будут диктанты в школах Это будут семинары как в системе здравоохранения, так и в общеобразовательных и школах, и детских садах С непосредственно беседой с родителями То есть все это выступления в средствах массовой информации Представителями, которые имеют какие-то управленческие решения Как системы здравоохранения, так и Роспотребнадзора То есть во всех регионах данная программа будет проходить Разработаны на сегодняшний день и планы мероприятий Которые охватывают всю неделю иммунизации И согласно данным планам мероприятий проводятся эти... То есть будет охвачен слой населения абсолютно разного возраста Да, от детей до пожилых людей Да, благодаря прививкам мы знаем, что за последние 10-15 лет Ушли в прошлое вспышки таких заболеваний, как корь, краснуха, дифтерия Быть может, еще какие-то болезни я не перечислила Да, существовало такое заболевание, страшное заболевание, как натуральная оспа или черная оспа То есть сейчас ее уже нет? Ее нет, благодаря масштабной кампании, неотъемлемой частью которой стала вакцинация На сегодняшний день с 1980 года она считается, это заболевание считается искорененным И вирус оспы, как таковой, он считается достоянием на сегодняшний день только научно-исследовательских лабораторий А против каких заболеваний сейчас иммунизируют на территории Российской Федерации? Согласно национальному календарю профилактических прививок Против туберкулеза, гепатита B Против кори, краснухи, эпидемического паратита, коклюша, дифтерии, столбняка То есть спектр довольно-таки широкий Кроме того, есть календарь профилактических прививок по эпид-показаниям Где данный календарь охватывает не только обычные слои населения Которые предусмотрены в целом национальным календарем Но и определенные группы риска То есть это вакцинация против тулеремии, против клещевого вирусного энцефалита и других инфекций Вакцины отечественного производства или импортные? Большинство вот такие На территории Российской Федерации используют отечественное производство Но, естественно, не запрещены импортные производства В основном это отечественные А хватает ли нам сейчас вакцин? Естественно, хватает Вакцина поступает за счет федеральных средств бюджета Поэтому вакцина есть, она в достаточном количестве Благодаря своевременным заявкам Министерства здравоохранения Данная вакцина своевременно поступает на полуостров Поговорим тогда еще раз, что такое вакцина То есть возбудители инфекции внедряют в человеческие организмы До сих пор среди населения бытует страх По этому поводу, что это станет, собственно говоря, причиной самого заболевания Дело в том, что вакцина это ослабленные возбудители Есть разного рода вакцины Но, в принципе, основа это ослабленный возбудитель Который внедряется в организм человека при вакцинации И на который формируется стойкий иммунитет То есть в силу каких-то реактивных процессов Возникают такие специфические клетки иммунной памяти Которые при уже встрече с болезнетворным диким вирусом Либо микроорганизмом, либо бактерией Это в зависимости от какой прививки От какой инфекции мы прививаемся Формируется ответная реакция Которая, в принципе, не может проявляться в виде тяжелых форм заболеваний Или проявляться заболеванием вообще Таким вот образом Вот если касательно детей Буквально с первых дней жизни ребенка прививают Но многие родители до сих пор отказываются это делать Опять же это сопряжено со страхами родительскими Что это маленький организм У него еще иммунитет не сформирован Что можно им посоветовать? Больше, наверное, медицинских знаний Что ли? Больше как-то информированности Потому что это необоснованное мнение О том, что вакцина опасна для ребенка Есть определенные реакции Которые нормальные Это, к примеру, небольшое повышение температуры Либо же небольшая боль в области введения На вакцину На вакцину, да Это нормальная послепрививочная реакция Которая может наблюдаться в течение нескольких дней Буквально один-два дня Она не должна сопровождаться ухудшением состояния здоровья ребенка Не должна сопровождаться осложнениями И не требует специфического лечения Это все нормальное течение и ответ на введенную вакцину Если же есть какие-то нестандартные реакции Которые бывают То это говорит о том, что ребенок либо недообследован У него есть какие-то отклонения И своевременно эти отклонения не выявлены Поэтому перед вакцинацией обязательно необходим осмотр врача И, естественно, все рекомендации врача родители должны выполнять То есть до прививки, после прививки Давайте поговорим о рекомендации Я так понимаю, что ребенок должен быть на 100% здоров Для того, чтобы его прививали И после вакцинации как нужно себя вести Наверное, они появляются в общественных местах Что еще необходимо знать родителям? В основном, конечно, данные рекомендации дает медицинский работник Учреждение участковый педиатр Либо иммунолог Вкратце могу сказать, что это охранный, оздоровительный период Который нельзя, чтобы организм ребенка с какими-то более агрессивными агентами встречался Каковы последствия, если ребенка все-таки не вакцинировать? Какие последствия? Последствия могут быть разными В зависимости от того, против какой вакцины, естественно, ребенок не привит Если он не привит от кори Это могут быть осложнения, которые воздействуют на нервную систему Это может быть вплоть до развития энцефалита Если это не привит от вирусного гепатита Может развиться хронический вирусный гепатит при заболевании Который сопровождается также осложнениями Такими как цирроз или рак печени Это могут быть, к примеру, полученные травмы Свидетельствуют о том, что необходимо вводить противостолбнячную сыворотку Которая может, в свою очередь, приводить к анафилактическому шоку Это, к примеру, краснуха Которая при беременности Заболевание которой может привести к нарушениям развития плода Причины могут быть разные В зависимости от того, с каким инфекционным агентом ребенок встретится Либо уже взрослый организм встретится Потому что взрослый организм более тяжело переносит инфекционные заболевания Наверное, не ошибусь, если скажу, что все-таки иммунизация взрослого человека Необходима, собственно говоря, не только ему, но и окружающим его людям Да, потому что если... То есть это, опять же, вспышки болезни у нас не будет И есть группы населения, которым иммунизация противопоказана в связи с состоянием здоровья Да, совершенно верно И таким образом привитый человек является гарантией того, что окружающие от него не пострадают Да, они защищены То есть есть понятие такое, как коллективный или популяционный иммунитет Который, в принципе, защищает население То есть если человек привитый, он защищает непосредственно себя и защищает окружающих Если же отказчики, они, в принципе, пользуются этим моментом Потому что коллективный иммунитет защищает их тоже в том числе Но это проявление больше эгоизма Потому что если отказчик сам получается, что заболел То он является источником инфекции и влияет на окружающих Именно тех, которые либо по возрасту еще не получили полный вакцинальный комплекс Либо же те лица, которые по медицинским отводам, то есть по медицинским противопоказаниям не привиты Остается надеяться, что крымчане нас услышали и не будут бояться прививать себя и своих детей Большое спасибо, что пришли к нам С вами мы не прощаемся, не переключайтесь Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok